Всем большой привет! Меня зовут Таня, добро пожаловать! Я рада, что вы ко мне заглянули. Сегодня будет видео с моими любимыми способами, трюками, лайфхаками, которые помогают сделать мои тонкие, негустые волосы визуально более объемными, более пышными и более густыми. И при этом все способы, о которых я сегодня буду говорить, для волос нетравмоопасные, волосы не повреждают. Я не буду рассказывать сегодня о начесах, о плойке гофре, потому что все это сильно повреждает волосы, а я стараюсь поменьше свои волосы травмировать. Поэтому да, сегодня все способы будут такие достаточно нетравмоопасные для волос. И начну я с хвоста, потому что мне кажется, что хвост это вот самая больная тема каждой девушки с тонкими, негустыми волосами. В распущенном виде волосы смотрятся симпатично, пышно, красиво, но как только собираешь хвост, видна реальная густота волос, хвостик такой тоненький, какой-то вот безжизненный, вяленький, ну и смотрится это все так себе. У меня есть два любимых способа, которые делают хвост визуально более таким объемным и густым. Первый способ это использование специального волюмайзера для хвоста. Свой волюмайзер я нашла недавно на Wildberries. И это просто одно из лучших открытий моих за последнее время, потому что теперь мой хвост выглядит гораздо более объемным и пышным, и волосы никак не повреждаются. Что это такое? Это такая вот пластиковая штучка с отверстием внутри, которая вставляется внутрь хвостика. То есть сначала я просто делаю обычный хвост. Кстати, я советую использовать с этой штукой вместе вот такую вот резинку-пружинку. С ней лучше всего получается, потому что она такая пластичная, эластичная и легко волюмайзер просунуть внутрь хвоста именно с такой резинкой. Делаю обычный хвост, далее делю его на две половинки и внутрь вставляю волюмайзер. Он, соответственно, изнутри как бы приподнимает волосы и делает хвост визуально гораздо более симпатичным, пышным и густым. И при этом он очень комфортен в носке. Эта штучка совершенно не тяжелая, она такая легкая, из легкого пластика сделана, держится очень хорошо. Никуда у вас 100% из хвоста это все дело не вывалится, не выпрыгнет. И я могу проходить с этим волюмайзером в хвосте целый день и совершенно у меня ничего не болит, не мешает мне. В общем, я прям супер довольна. Стоила эта штуковина где-то, по-моему, там 300 с небольшим рублей. Есть у меня еще один способ по принципу действия, такой же, как вот этот волюмайзер, но еще более простой и доступный. Речь об обычной пробке от вина. Принцип действия точно такой же. Делать хвостик, разделяете хвостик на две части и аккуратненько просовываете внутрь пробку. Пробка тоже поддерживает волосы изнутри. Хвостик выглядит гораздо более объемным и густым. Мне кажется, что с пробкой хвостик выглядит даже чуть более объемно и интересно, чем с волюмайзером. Но минус пробки в том, что она тяжелее и с ней не так комфортно. Я ее ощущаю на своей голове и очень долго с ней ходить, ну, не слишком комфортно, потому что ощущаешь ее тяжесть. Кстати, я вам рекомендую брать пластиковую пробку, такую, чтобы с нее не сыпались крошки и у вас в волосах не было кучи крошек от пробки. Если говорить о волосах в распущенном состоянии, мои лично волосы выглядят более-менее объемными только тогда, когда я делаю укладку. Если я просто высушила волосы естественным путем после мытьяния, о каком объеме у меня и речь идти. Не может волосы прилизанные, ну, и выглядит все это так себе. Поэтому, если я хочу объем, то я всегда делаю укладку. И мой самый-самый-самый любимый способ укладки для объема это объемные такие крупные бигуди-липучки. Пользоваться ими очень просто. Я высушиваю волосы где-то процентов на 95. Далее разделяю волосы на крупные пряди. Каждую прядку прочесываю. Волосы должны быть обязательно очень хорошо прочесаны. Иначе потом при снимании, если вы их плохо прочешете, вы вырвете себе огромное количество волос. Хорошо прочесанные прядки накручиваю на бигуди и хожу в таком виде, ну, как минимум минут 15-20. Если у меня есть больше времени, то я могу даже и час проходить. Чем дольше вы будете держать бигуди на голове, тем более долговременная, долгоиграющая укладка у вас получится. Ну, в принципе, 15-20 минут достаточно. Потом просто все это снимаю, расчесываю аккуратно и укладываю волосы в том положении, в котором мне нравится. Для меня липучки это просто любовь. Моим бигуди уже, наверное, лет 10. Я очень давно ими пользуюсь. И это самый такой, мне кажется, простой и быстрый способ сделать симпатичную объемную укладку. Сильно при этом не повреждая волосы. Еще раз хочу сделать акцент о том, что надо волосы обязательно очень хорошо прочесать, чтобы у вас ничего не запуталось и не застряло. И вы себе не повырывали волосы при снимании бигуди. Потому что знаю, что многие жалуются, что от липучек у них сильно выдираются волосы. Но если волосы хорошо причесать, у меня лично сильно ничего никуда не вырывается. Следующий мой любимчик для объема это сухой шампунь. Не обязательно именно такой от Batiste. Любой хороший сухой шампунь. Я вообще не представляю свою косметичку без сухого шампуня. Мне кажется, что для тонких волос это просто абсолютный маст хэв. И даже не для использования по прямому назначению, чтобы замаскировать жирные корни волос, когда нет времени помыть голову, а именно для объема. Для объема я его люблю использовать на чистые сухие волосы. Посушу феном полностью. И далее несколько пшиков сухого шампуня наношу по проборам, по корням волос. Не много, не распыляю прям таким вот, такой беспрерывной струей, толстым слоем, а просто несколько пшиков, пшик-пшик-пшик, пшик-пшик-пшик по проборам. И далее массирую пальчиками, вмассирую этот сухой шампунь в корни волос. Сухой шампунь помогает сохранить объем укладки, сделать волосы чуть более такие приподнятые, объемные. И придает волосам текстуру. Обожаю просто сухие шампуни. Реально не представляю, как мы раньше без них жили. Если вы еще не пробовали на чистые волосы использовать сухой шампунь, попробуйте. И плюс еще благодаря тому, что он абсорбирует кожное сало, волосы дольше остаются чистыми. Еще одно очень классное средство для объема, тоже такой must-have, мне кажется, для тонких, необъемных волос. Это стайлинг-пудра. У меня стайлинг-пудра от Schwarzkopf, got to be, называется она порошок. Я не сразу подружилась с этим продуктом, не сразу его поняла, потому что я сначала не совсем правильно ее начала использовать, как я делала неправильно. Я просто открывала баночку и как будто бы из солонки или из перечницы наносила таким достаточно густым слоем пудру по проборам. Потом, соответственно, корни волос сбивала и объем получался, да, просто умопомрачительный. Но лично для меня очень неприятное ощущение, когда на голове много стайлинг-пудры. Кстати, все вот такие стайлинг-пудры сделаны из силики. А силика, она такая довольно специфичная на ощупь. И когда ее на волосах много, волосы становятся просто как такой, знаете, недвижимый шлем. Они не развиваются на ветру, то есть укладка не выглядит такой легкой, воздушной, слегка непрежной. Все прям такое тут забетонировано и даже невозможно вот так вот взять и провести пальцами между волос. Мне такое ощущение не нравится, поэтому изначально я не поняла стайлинг-пудру. Но я нашла к ней подход, с которым она работает просто великолепно. Я наношу ее теперь не сразу на корни, а слегка наношу стайлинг-пудру на пальчики. Дальше растираю по пальчикам и наношу уже на корни волос как бы такими вот, знаете, втирающими движениями в корни. И потом уже взбиваю объем пальцами. Тогда получается, что на волосах пудры небольшое количество, достаточно для того, чтобы был живой такой воздушный объем и не было чувства склеенности. Но при этом объем хорошо держится. Стайлинг-пудра очень хорошая штука, если вам нужен долгий такой, долгоиграющий, устойчивый объем. Но для меня это тоже средство не на каждый день. Это уже прям такое штуковина на выход. Если нужна какая-то вот укладка на выход, тогда стайлинг-пудра мой лучший друг с сухим шампунем я пользуюсь гораздо чаще, чем стайлинг-пудрой. Но к ней нужен правильный подход. Ну и самый такой простой способ, который не требует от вас вообще ничего, кроме ваших рук, это просто изменить ваш пробор. Волосы, уложенные на прямой пробор, всегда выглядят менее объемно, чем волосы, уложенные на боковой пробор. И плюс волосы еще имеют свойство привыкать к пробору на ту сторону, на которую вы чаще всего их укладываете. У меня, например, это вот налево. Поэтому если я переброшу волосы направо, они будут выглядеть более, гораздо более объемно, чем когда они лежат у меня налево. Ну просто мне так не очень удобно ходить с пробором направо. Но это уже, знаете, дело привычки. Просто попробуйте поиграть с проборами, поукладывать по-разному волосы. Мне кажется, что для тонких волос самый оптимальный вариант это боковой пробор. Потому что только с боковым пробором смотрится все это более-менее пышно и симпатично. С прямым пробором волосы, ну, супер прилизанно выглядят. Ну что, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Пишите в комментариях, какие у вас любимые трюки, лайфхаки, способы, как сделать волосы более объемными, более пышными. А я буду прощаться. И если это видео вам понравилось, поддержите, пожалуйста, пальчиком вверх. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Пока-пока. До встречи в новых видео.